Правильно? Куплю один вардик, поставлю. Смотри, сейчас изи всё можем оформить. 60 золота вард, хорошо. Ну я просто не знаю, типа, суппортить можно и без вардов. Я когда бегаю в лесу, фармлю лес, я суппорчу. Команде. Вон, смотри, у нас антимаг, получается один будет стоять. Шторм прав, если он не умеет суппортить. Смотри, можно задать тебе пару вопросов? Пару только давай, не больше пары. Поехали. Хорошо. Значит, мы играли с тобой катку, ты был на Вире, я был на Бристалбеке. В чём моя проблема? А что я сделал не так? Это было году 2014, я помню, сейчас, сейчас, сейчас скажу. Ты первым слотом купил себе не Vanguard, а ПТ, по-моему. Да? Я прав? А, прости, это не тот Бристалбек был. Какой у тебя был ник? Давай, чтобы мне легче было. Ну вот, вот мой ник. Это было позавчера. А, всё, всё, всё. А, позавчера. Так, это 4.18. 4.18 игра была, вы камбэкнули. А, ну так у тебя не было проблем, если мы камбэкнули? Так я просто в тебя играл, Оло. А, тогда у тебя были проблемы, если мы камбэкнули. Это, подожди, это когда у меня обезьяна была с характером? Да, 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 да. Всё, я вспомнил. Ну, у вас были проблемы, то, что вы почувствовали победу и пошли фидить к нам под Т2 на мид. И мы такие, вас приняли, пожарили, отжарили, повернули, перевернули. И вот, собственно, победа. Ну, я таки понял. Вот она, то есть в тебе конкретно не было, у вас была общая проблема. Ну, как бы баранам не объяснишься, что нужно пушить Т1, когда он на миде ещё стоит, они идут под Т3 драться, когда ещё на вард закинули короля. Блядь, я шёл, ну, от кентавров в лесу, парни. Вот, такие дела. Так что в этой игре надо запотеть. Я не знаю, я, наверное, пойду запортить антимагу, потому что там инвокер стоит. Лол, я знаю, что суппортить можно и на акции, и на ком угодно. Но я то предлагаю ассисты зарабатывать именно на риле суппорта типа лича, СМ, Дазу, Леони и т.д. Блин, ну ты понимаешь, что, ну, на этом рейтинге, если я возьму СМ-ку, то у меня сгорит задница. Скорее всего. Просто я знаю, что будет. Я аж как бы на этом рейтинге частенько бахаю, я понимаю, что со мной случится. Ну, с вероятностью процентов 80. Конечно, может быть исключение, но если будет исключение, то у меня не будет 20 ассистов. Вот, поэтому, ну, как бы, блин. Можно попробовать, посмотрим. Может быть, я сегодня психану, возьму кого-нибудь огра и пойду карту убивать. Но просто, блин, мне уже хочется аккаунт закончить. А если я возьму какого-то суппорта, то мои шансы на победу резко уменьшаются. А чё, 5К это плохой рейтинг? 5К это хороший рейтинг, но игроки на нём слабые, к сожалению. В чате появился мой личный хейтер, который хочет, чтобы я проиграл. Брат, ничего, проиграем, всё нормально будет. Блин, хорошо, что ко мне в лес ещё никто не ходит. Но, ребят, есть одна маленькая проблемка. Я забыл про то, что в этой игре можно ещё стакать лес себе. Когда лес качаешь, типа, можно сделать стак и выформить больше. Я про это забыл, и поэтому мы в говне сейчас находимся. И сейчас, если сюда придёт какой-то висп, вот этот, то говно будет очень таким вонючим, блядь. Не-не-не-не-не-не-не-не, подожди, подожди, подожди. Что делать? Что мне сейчас делать? Этот больной бежит за мной, включил виспок. Сейчас их раскрутит. У меня 110 хп. 110 хп. Шансы есть? Короче, если у него... Да, может быть, санстрайк, понятно. В общем, если у него есть сапог, то мне жопа. Если у него сапога нету, то я могу забиться в угол, как пёс, и посидеть там. Короче, ладно, будь что будет, парни. Блядь! Я уже вижу. Подожди, он в попку мне заходит? Или всё-таки я ухожу от него? Будет круто, если он не попадёт по мне сейчас. Подбеги к нему и Тайагр. Нет, это не поможет точно. Он фуловый, парни. Так, теперь... Теперь что? Теперь всё хорошо. Так, парни, идём в лесок качать. Блин, конечно, без вот этих вот шрайнов, которые теперь только на пятой минуте открываются нам, это так вообще неприятно. Блин, пятая минута, третий уровень. Пятая минута, третий уровень. Пятая минута, третий уровень. Это хорошо? Ну, урсы тоже третий. Поэтому... Нормально. Я надеюсь, всё это тебе летит. Хорошо. Так, ребят, пятая минута, а четвёртый уровень. Догоняем, догоняем. Да, блин, я совсем забыл стакать. Если я стакал, у меня вообще сбыл пятый уровень. Просто я с этой игрой на тангусы бабок не хватило. Чё-то там расслабился. Там расслабился. И, в общем-то, забыл всё сделать. Так, эншентов я не осилю. Пойду в лес. Здесь шторм с ДД, шестой уровень. Ты его убить мог бы. Если бы выпил банку. Сейчас всю. Обязательно бы нулик переложил, чтобы больше маны восстановить. И напасть. И это два удара разор. Пользуясь случаем, передаю привет соседу. Соседу? Который выдаёт мне Wi-Fi. А, так подожди, ты на соседском Wi-Fi сидишь? Да, я у него пизжу. А, ну вот почему ты на Бристилбеке проигрываешь? Это Карл. А, он тебе пароль дал, типа? Да, да, да. Пароль дал. А, так это добрый сосед. Я у него пизжу. Да, сосед хороший, не сверлит. Это хорошо. Блядь, не то дерево съел. Или то. Ну ты бандит, я понял. Я воришка, я крыса. Крыса в чашу. Ого! Это заявочка. Парни, у нас крыса подъехала. Знаете, парни, откуда здесь двойной стак? Хотите, расскажу. Когда я убегал от Виспа, Висп включил Виспов и начались стаки. Сука, я когда захочу его стакнуть, у меня не получается. Тут просто на рандоме за тобой Висп бежит и стакает тебе лес. Вот как вообще они делают? Так, ну вчера у меня, когда я стакал, у меня на 7.30 был вангвард. Сейчас я не стакаю. Это не Висп стакнул, это я крепас хавал. Ой, все, давай, не обманывай. Почему ты наебываешь? Это ты почему наебываешь? Чем докажешь, что ты крепас хавал? Блядь, у него правда волк съеденный. Не обманывай. Да, думстакнул, я понял. Думстакнул. Нападай на Разора, сейчас убивать будем. Поехали. Буря безумия. Ааа, ну! Блядь. Я тебя понял, братишка. Ты знаешь, что мне теперь пизда? Ты в курсе? Красавчик, ты лучший в своем деле. Просто лучший, брат. Я на тебя теперь не буду полагаться. Ты просто лучший тиммейт. Блядь, молодец. Вот так вот, ребят. Полагаешься на шторма. А он вот так вот, так вот себя ведет. Так, подожди. Остакнуть я вас могу. Я не умею вас стакать. Давайте я вас сагрю, чтобы вы не убегали от меня. Оооо, работает. Ты видел, что он ушел. Я как раз, когда видел, что он ушел, я начал убегать. Но у меня нет сапога, а у Разора есть. Он всосался и пошел меня убил. Тут все просто. Как бы, другой вопрос, зачем шторм ушел, если он мог. Короче, ладно, забейте. Что, у него 4 из 700. Что ему объяснять? Так, там Розар уехал. О, Розар. Рошан уехал. Водоболс. Десятый месяц подписки, брат. Велком. Велком, добро пожаловать. Спасибо за поддержку. Будь здесь как дома. Сапог и стик. Сапог и стик. Риюскуру. Риюскуру с Мидасом. Кто-то. Вот, когда я случайно риюзаю у кого-то курицу, я всегда говорю в микрофон, чтобы ее риюзали. А вот в прошлой игре что было? В прошлой игре я на тимпларке нес себе банку, там, или еще что-нибудь. Дезолятор. То есть чуваки просто риюзают. И молча в крысиного, ну, такой он риюзнул. И думает, ладно, отправлю ее, поставлю ее сюда. Пусть стоит, он увидит, типа, заберет. Ну, так не делается. Потому что, может быть, я на эту банку рассчитываю. Иду в закус с ДК. Вижу, курица летит по карте. Ну, и думаю, сейчас как раз в закусе у меня там банка прилетит. И я убью Драгонт Найта, и разведу, и все дела. И в итоге курица останавливается, и я в говне, и я умираю. Такое бывает, к сожалению. Надо общаться. Все-таки, понимаете, вторая дота, она намного приятнее и проще, чем первая. Потому что в первой доте нельзя было в микрофон ничего говорить. То есть, нельзя было в драке как-то скоординировать. Ну, если ты играешь с друзьями по скайпу, это одно дело. А если ты просто играешь в паблике, ты не мог как-то в голосовом чате скоординировать быстро команду. Типа, кого фокусим в драке. Или там, в драке что-то сказать, типа, хильни меня и так далее. То есть, там люди просто, ну, ты не успевал в драке все это в чат написать. Поэтому было сложнее. Сейчас все намного проще, и этим надо пользоваться. Ну, если инициируешь, это он с кем. Прыгай или умрешь. Прыгай или умрешь. мистер 6к объясни тогда пожалуйста почему на 2к самый высокий энрейк подал табаку омник и цикл или курии саппортами нельзя быть на низких риток передал мне ты на саппортах будешь отгладывать клуба кобееву запаса статистика говорит обратно спасибо за донат не пожалуйста давай объясняю cmk один из самых популярных суппортов ну и типа она очень часто заезжает сейчас доте а омник это немножко другая тема на 2к рейтинга люди которые апают ммр на омнике 90 процентов случаев это омники какие-нибудь соломит которого ну вот следующий аккаунт будет у нас в районе 2000 это будет может стрима через два как только я это закончу там я тебя познакомлю с омником и объясню почему у него такой винрейт то есть покажу все расскажу потому что на омнике как бы на 2к рейтинга ты за 20 минут всю команду убиваешь ты не суппортишь ты бегаешь всех молотком убиваешь но драка по драко по драко вот эти виспы все висп сгорел забейте урсу надо убить дважды аэм монтируй урсу убить урсу убить но мы уже не убьем у нас шторм начал за виспом гоняться давай а с регеном с регеном с регеном богу 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 дважды 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 та сука мансу и жик чаши ент сука зачем ты пришлось агр тратить чтобы этого спасти молодого он на блюке на чем он блять он успел ульф прожать красиво то есть ну а что я не смог разрубить его просто если бы я агр не потратил то я бы его разрубил но у нас мистер шторм не умеет на регене летать понимаешь мне пришлось его сейвить агром когда урсы было сука 100 хп а так бы после аегиса дал бы ему агр и нормально разрубил понимаете в доте все ошибки они блять исходят из чего то то есть вот тут надо засейвить мудака на шторме ты даешь агр соответственно у тебя агр в кулдауне и потом ты не можешь разрубить урсу потому что ну пусть аегиса он встает и он успевает нажать ультимейт из-за того что у тебя нету агра то есть блять из-за этого шторма два раза сдох он серьезно один раз на миде второй раз я сейчас сдох на топе как бы там суть даже не в том что я ульту запорол там суть в том что я умер просто суть в том что я умер айфурат сдох стрей все чаще горит я сейчас вообще не горю я просто объясняю ситуацию в доте вот обзор на хату зачем обзор на хату ребят с чем обзор на хату интересного ой локер смотрит как пацаны дерутся наблюдатель может мы покрутимся для этот инвокер это жесть а может крутиться будет на кристалле покажешь как капать с двух то у нее вин рейд 60 процентов больше чем у всех кирилл если твой бомник бегает с макком как быдло то почему кристаллы нагибают суперджет покажи как нибудь лучше кристаллы бомник твой заебал уже за него только репорты получаю от тиммейтов или дабл миг спасибо за донат ну репорты от тиммейтов на самом деле не знаю я сколько на умники играю никогда не получал репорты от тиммейтов просто стоит им наверное перед игрой сказать что парни все будет нормально там расслабьтесь так далее ну делают паут отсюда не хочу общаться короче ребят инвокер конечно топовый парень это вот стандартный инвокер на низких рейтах когда идет где-то драка чувак просто стоит смотрит на драку и знаете у него курсор ездит вот так вот то есть идет драка он нажал на санстрайк и вот так то есть герои бегают он так за ними курсорами вот так водит и смотрит и потом у него экран становится красный знаете когда тебя бьют у тебя экран такой краснеет и он такой он такой блять блять что а и умирает это классика это просто классик так так виспо убить можем ну понятное дело что улетели ну понятное дело что улетели блин ну можно мне убить крепца прозора в миде можем я портнусь плюс нужен есть плюс шторм ты не плюс черт да что надо сделать чтобы увидеть твою игру именно на соппорте и именно в роли соппорта а не всяких кейлинг или лесных цель а гол бьем блин плейдмейла нету ну ничего хорош парни спасибо за донат но это не на этом рейтинге просто понимаешь если я возьму на этом рейтинге на рейтинге суппорта это все равно ты не увидишь игру за суппорта потому что я буду бегать и пытаться убивать то есть я не буду суппортить так как должен суппортить вообще нормальный суппорт потому что ну если я буду это делать если я буду ходить ставить варды там постоянно что-то вижен делать понимаешь на этом рейтинге это не оценят на этом рейтинге людям пофигу на вижен и так далее потому что ну рейд до 5000 вообще можно без вижена выигрывать то есть тут люди вот у тебя будет стоять вард вот такой твой мидер будет стоять фармить и к нему по этому варду будет пудж второго левела бежать и он его убьет понимаешь чувак просто не заметит этого то есть вот вроде бы ты поставил варды а вроде бы они не нужны и при этом ты еще будешь моргать вот так вот говорить что пудж бежит пудж бежит брат а он не увидит что он не может быть и 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 это и и и и и и и и Если готовы Поехали Разора можем? В эрке все, в эрке все Закончился Забейте, забейте, забейте Все, отойти Пусть руну шторм возьмет Может разор психанет, мы убьем Вот тут лети Шторм, берись, делай что-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok Гоу убивать шторм Ох и какой тебе нужен Чтобы отграть полностью роль Чтобы эту роль и отсунили Хорош Гоу-гоу-гоу, топ убиваем А вон в миде, в миде лего Слышишь, шторм, гоу-гоу А, ты не сюда пошла Все, забейте Какое тебе нужно в мэр, чтобы отыграть полностью роль саппорта Чтобы эту игру оценили Блин Я не знаю Пять плюс Блин, вообще я могу Это рандом, понимаешь? То есть я могу сыграть и на этом рейтинге На суппорте И ее могут оценить Но просто, понимаешь? Разные шансы То есть чем выше рейтинг Тем больше шансов Просто на 4000 рейтинг Давайте потоку пройдемся Т1 хотя бы заберем То есть не вопрос Как бы, если хотите игру на суппорте Я могу сыграть игру на суппорте Но Просто я боюсь, что вы не увидите Игры на суппорте При этом Чего купить? Лотус, нет смысла делать в этой игре Ладно, я в Тараску пойду сразу Сори, братик, я тебя бросаю Потому что команды нету Парни, 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 парни Зачем вы там деретесь? Ну я же сказал, давайте продернемся Хотя бы Т1 заберем А ты где сейчас? Я уже дома Ты на базе, антимаг Где? Где антимаг и где шторм? Ладно, все, хорошо, хорошо Ждем пока Не, просто как бы это Я бы пошел, если бы все пошли Просто я видел, вы вдвоем туда пошли Но как бы я не хочу быть третьим Я хочу быть... Парни Парни, горю Где помощь? Шиклышот, ой, как вкусно Все, парни, давайте, снимаю Это были похороны Этого тоже Ляпс Вот эти, ребята Виспа надо фокусить, мистер шторм Ох, 6к ммр, та 6к А по и челленджу до косарика За 30 плюс ассистов На сапоге Жду твои игр на аккаунте 6к Чтобы увидеть всю прелесть Соппортинг артинга Кого? Чё? Эээ, от 6к ммр Та 6 что? Та 6к Бля, я не понял, Валентин Вот 6к ммр, та 6к А по и челленджу до косарика Понятно 30 ассистов Жду твоих на аккаунте 6к Чтобы увидеть прелесть саппортинга Спасибо за донат, брат Я запомнил этот челлендж Вот, будь в мейн на стриме Как-нибудь, обязательно И там мы с тобой поиграем Стрей поздравь с днюшечкой С днюшечкой, братиш С днюшечкой Днюшечка только раз в году бывает Поэтому поздравляю Хотя не всегда днюшечка раз в году У меня 4500 Что мне купить, Радик или может быть Шиво? Шиво Замедлять их надо Днюшечка не всегда раз в году Когда я был классом в восьмом Тогда начинали появляться первые лан-турниры По первой доте Ну, естественно, там восьмой класс, пиздюк Ну, а турниры, они как обычно игрались То есть ты к 9 утра едешь туда Там стоит в компьютерном клубе От 10 до 20 компьютеров И участвующих команд, наверное, 16 Ну, и как бы с 9 утра до в среднем Часов трех ночи шли лан-турниры в нашем городе Ну, и понимаете, что такое восьмой класс, пиздюк То есть если я в 11 класс закончил Мне 16 лет было То есть посчитайте, сколько мне было лет в восьмом классе То есть как мы это делали Ну, я просто делал Я просто, когда мне начинали напрягать родители Я вырубал телефон Потом получал пизды дома Вот А друг у меня, ну, мутимейт Он говорил всегда, что у моей бабушки днюха И мы ее идем отмечать моей бабушке Поэтому у моей бабушки стабильно 3 раза в год была днюха Что за трех на Денате Блин, я не знаю Я не знаю Что за трек? Не помню название, братиш Шазам Шазам всегда поможет Ты в 5 лет в школу пошел? Нет, я пошел в школу в 6 лет Федька рассказывал, как тебе проебал Не, ну, Федька мне проебал в Воронеж Я на лан Приезжал, пизды давал Ребята А Федька, он такой Он крысиный на самом деле Он пикнул вайпера Против моей темпларки В итоге я пошел в харду Он пришел на легкую линию И там получил пизды Ахм Давай, давай, ломаем Гуджок 14 уже в универ поступал Не, ну вы парни байки травите Я вам говорю, как есть Мне 18 лет исполнилось на втором курсе Если что Как бы на первом курсе Ну, то есть, как Не только Я когда 11 класс закончил Мне не то, что типа Только 16 исполнилось Мне в октябре Исполнилось 17 На первом курсе На втором курсе 18 Поэтому Рофлы-рофлами Говорю, как есть Минус мана Значит, в школу в 5 пошел Блин, ну вы, конечно, вам виднее, парни Значит, в 5, окей Ребят, предлагаю Рошана убить и закончить Летс гоу рош Парни, все русские? Ладно, шторм турок Остальные все русские, давайте, Рошан Плюс, плюс, плюс Опа, смотрите, призвал инвиз, кому надо Ребят, забирайте аегисы, сыры, мне ничего не надо Все, разбирайте Леонид, а это, это, сука, жмот Он все хотел забрать Идем поток Субтитры сделал DimaTorzok Смысле, я все рассчитал Было очевидно, что Лего прыгнет сейчас в дуэлице После того, как она себя второй скилл повесила И я решил взяться за виспа А есть еще истории хорошие Блин, истории много, парни Но они как-то, знаете, их тяжело рассказывать Чисто вот, типа, сейчас бы историю искать Сами на ум приходят, что-то рассказывают Гоу, не сдай, я next буду Поехали Кальян курил Кальян курил Кальян курил Так, поехала Поехала дальше Так, ну сегодня на самом деле пока нормально Сегодня мы возвращаем утерянное Возвращаем утерянное То, что вчера отдали Кстати, плюс 23 дали Что такое Shazam? Shazam? Брат Берешь телефончик Заходишь там В интернет Если iPhone, то в App Store Там все дела Вводишь Shazam Приложение Ты вот когда слушаешь какой-то Слышишь какой-то трек Включаешь Shazam Этот Shazam тебе находит трек Все Название у тебя есть Ты в интернете вводишь название И находишь трек Все просто Брат Вот такие вот дела Спасибо За Донейшн